Разрушительная сила греха Вторая книга Царства, 13 глава, с 15 по 29 стих. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью. Так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон, — Встань, уйди. И Фомарь сказала ему, — Нет, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, — Прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы, и вывел ее слуга вон, и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авесолом, брат ее, — Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя. Он, брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фомарь в одиночестве в доме Авесолома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался. Авесолом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего. Ибо возненавидел Авесолом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Через два года было стрижение овец у Авесолома в Аалгацоре, что у Ефрема, и позвал Авесолом всех сыновей царских. И пришел Авесолом к царю и сказал, — Вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим. Но царь сказал Авесолому, — Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость. И сильно упрашивал его Авесолом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авесолом, — По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой. И сказал ему царь, — Зачем ему идти с тобою? Но Авесолом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авесолом же приказал отрокам своим, сказав, — Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны. И поступили отроки Авесолома с Амноном, как приказал Авесолом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Размышления, часть первая. Ложь, похоти. Вторая книга царств, 13 глава, с 15 по 20 стих. Совершив свой отвратительный грех, Амнон возненавидел Фомарь. Он поддался лжи сатаны. Поверил, что, утонив свою похоть к сестре, получит удовлетворение, но вместо этого воспылал ненавистью к ней. И теперь он еще больше унижает сестру, выгоняя ее из своего дома на улицу и запирая за ней дверь. Жизнь Фомарь из-за греха ее брата полностью разрушена. Стратегия сатаны состоит в том, чтобы мы поверили, что похоть – это форма любви. Но зло не может долго маскироваться. В отличие от любви, похоть быстро превращается в гнев, ненависть, ревность, собственничество. Такие силы, которые разрушают отношения. Давайте попросим Духа Святого о даре развлечения, чтобы мы могли распознавать похоть и чтобы он защитил нас от ее ловушек. Применение. Какими способами мир продвигает идею о том, что похоть – форма любви? Каким образом вы можете отличить похоть от настоящей христианской любви? Размышления, часть 2. Смерть и разрушение семьи. 2 книга Царств, 13 глава, с 21 по 29 стих. Авесолом, узнав о том, что случилось с его сестрой Фомарию, тут же решает, что однажды отомстит Амнону. Целых два года он ждет удобного момента и, как только подворачивается случай, с удивительной последовательностью проводит свой план в действии. Он организовывает ситуацию, в которой Амнон будет беззащитен и приказывает своим слугам убить его. Время стрижки овец, бывшее всегда праздником, теперь становится временем предательства и кровопролития. Грех Амнона достигает своего пика в его смерти и глубоком разделении внутри царской семьи. Разрушительная сила греха ужасает. Но во Христе у нас есть надежда, потому что Он победил грех на кресте, и Он позволяет нам разделить с Ним его победу. Применение В какие моменты в вашей жизни вы наблюдали разрушительную силу греха? Как победа Христа на кресте дает вам силы бороться с циклом греха? Молитва Господь Иисус, я поклоняюсь Тебе, потому что Твоя победа на кресте – моя единственная надежда в сражении с разрушительной силой греха. Благодарю Тебя за крест, который дает мне силу сопротивляться лжи врага и крепко держаться за истину. Во имя Твоего я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok